Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня в Государственной Думе день аграрно-продовольственного комплекса. Потому что сегодня мы в рамках правительственного часа заслушаем отчет министра сельского хозяйства Николая Васильевича Федорова. Сегодня будет вопрос о докладе, о состоянии ОПК в Российской Федерации, о состоянии многострадального аграрно-продовольственного комплекса. Иначе и не скажешь. И, конечно же, у нас к министру очень много вопросов. Ну, например, вы знаете, я надеюсь и помните, что фракция «Справедлив Россия» была категорическим противником вступления России в ВТО в прошлом году на тех условиях, на которых мы вступили. И мы тогда говорили, что прежде всего пострадает наш аграрно-продовольственный комплекс. Что и случилось. И вот сегодня многие предприятия, которые до вступления России в ВТО брали кредиты на свои инвестиционные проекты в связи с падением рентабельности. Опять же, после вступления России в ВТО, когда на рынок российский хлынули дешевые продовольственные товары. Мы и так более 45% всего продовольствия на столах имели за рубежа. Сегодня эта цифра значительно больше. И таким образом большинство сегодня сельскохозяйственных предприятий имеет огромные проблемы с кредиторской задолженностью. И, конечно же, мы хотим спросить, какие меры принимает министр и правительство в целом для того, чтобы облегчить ситуацию нашего сельхозтоваропроизводителя. Второй вопрос касается уже абсолютно конкретных вещей. Весной этого года мы специально внесли поправку в текущий бюджет Российской Федерации, где выделили значительные дополнительные средства на решение тех или иных проблем в аграрно-продовольственном комплексе. В частности, например, на решение проблемы с удорожанием кормов в животноводстве, в частности, свиноводстве и птицеводстве. Конкретно было выделено 12 миллиардов рублей. И, оказывается, год проходит, а правительство так и не подготовило критерии, по которым эти деньги должны были распределяться. Иными словами, в бюджете строка есть, а наш сельхозтоваропроизводитель не получил ни копейки. Это просто безобразие. И, конечно же, мы будем спрашивать, почему министр молчит, почему не требует от правительства решения этой проблемы, и почему так долго нужно соображать, по каким критериям выдавать деньги. Это очень обидно, когда деньги выделены, а сельхозтоваропроизводители не получают ни копейки. Ну и вопрос, например, из категории земельных отношений. Больнейшая проблема в России связана, прежде всего, с тем, что у нас до сих пор нет нормального межевания, нет разграничения земельных участков. И многие предприятия, многие частные владельцы не могут, например, свои земли отдать под залог и взять соответствующий кредит, потому что нет межевания, нет установленных границ земельного участка. Есть оценка, что если сегодня по существующим, скажем, таким дедовским способам пойдет межевание, нужно будет потратить примерно 70 миллиардов рублей. Но если это сделать централизованно, на государственном уровне, то всего за 3-4 года можно за 20 миллиардов рублей решить эту проблему. Таким образом, выделяя в год примерно около 5 миллиардов рублей. И опять же вопрос к министру сельского хозяйства. Что думает министр, что думает правительство и когда, наконец, эта проблема будет решаться. Вопросов у нас будет очень много. Я абсолютно убежден, что дискуссия будет горячая, потому что проблема продовольственной безопасности – это в конечном итоге проблема национальной безопасности нашей страны. Вот ключевой вопрос, который сегодня будет рассматриваться Государственной Думой.